Ехали в поезде, и вот здесь вот нам это сказал проводник, что война началась. Мобилизация в одну минуту, когда мы на станцию приехали в Цинькин, уже провожали солдат на фронт. Было очень страстно, очень страстно было, стараясь убегать, а когда дадут приказ, что и не убегать, срочно надо где-то поломка, чтобы поезда не останавливать, на фронт все идет. Положим друг на друга эти ели лохматые, вот, и на эту ель вложили раненого, и ползком. Втроем тащим силы-то, нету никакой. Стулья были такие, они на винтах. Крышка, она вот так вот закручивалась. Она, по-видимому, или плохо была прикручена, или что. У нас вот старший помощник этого бригадира, как схватил это с радостью, это стуло, да вот так вверх, ура, и вот встал, как это отлетело, и в это место ему попало. Сиденье, оно тяжелое, и он сразу на пол, сразу его убило. Вот здесь было страшно. И радость, и слезы, и горе. Он увидел зайца и кричит, баба, достань мне зайца. Я говорю, Маруся, ты иди, постой, я поеду в магазин. Я прибегаю в магазин, я говорю, Рая, есть у тебя зайца, пожалуйста, дай мне. Пошла, нашла, несет, несет, я этого зайца задом, задом, и вот так вот держу. И один полез мужчина, он так глазенки выпучил, а тот уже дотуда долазит, вот. И вот так спускаться, а я в этот момент, правда ему это, подала, этот зайца. Он вот так схватил и не знает, баба, это ты? Я говорю, я, ох, вон, бежите с этим зайцем. И говорит, мама, папа, баба вот так, вот так лезла, 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 по столбу достала мне зайца. Ну, с парками я ходил, жил, лет десять. Только спать не спала, с лезла, везде, везде у меня палки. Потом я иду на эту площадку, сначала сажусь на велосипед, на нем езжу, езжу, потом с этого велосипеда на лыжах, с этих лыжах, перехожу, садись, вот так вот натягиваешь. Субтитры создавал DimaTorzok